Парлиментарий партий имеет конфиденцию. Борис Джонсон остаётся премьер-министром Великобритании. По результатам тайного голосования в его консервативной партии он набрал 211 голосов депутатов. Крайний порог составлял 180 голосов. Ранее в Отомнедоверие призвали объявить более 50 членов фракции Тори. Причиной стал доклад высокопоставленной чиновницы британского правительства Сью Грей о вечеринках, которые проходили в резиденции премьера в разгар пандемии. В документе говорилось, что чиновники действительно нарушали введённые ими же правила. При этом никаких имён и подробностей в докладе не было. По результатам голосования премьера поддержали 58,5% членов консервативной партии. Для сравнения, когда в 2018-м голосовали по вотому недоверия Терези Мэй на фоне переговоров по Брекситу, тогда её поддержало 63% консерваторов. Впрочем, Джонсон всё равно считает это победой. «Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны. Да, я определённо считаю это убедительным и решающим результатом. Он означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на вещах, которые, как мне кажется, действительно важны для людей». В то время, когда вспыхнул скандал с вечеринками, Джонсон извинился перед британцами и однопартийцами, но с поста уходить не стал. Тогда он заявил, что собрания в его резиденции были сугубо рабочими, хотя на столах были вино и закуски. По его словам, все участники соблюдали меры социального дистанцирования. «Лидер оппозиционной либорийской партии Кейр Стармер призывал консерваторов сместить премьера. Впрочем, в отношении его самого также ведётся расследование о нарушении карантинных мер.